Добрый новый день! Сегодня пятница, 22 марта. Я Анна Филиппова. Нет, я не верю, что в год театра вы еще не посетили выставку в Чувашском государственном художественном музее, посвященную театру. Очень было интересно и познавательно. Многие работы, шедевры и запасников музея увидела впервые. Вот в чем, в общем-то, и ценность этой выставки, то, что она фондовая и позволяет наиболее полно представить именно фонды музея. Шедевры, которые или редко экспонируются, или некоторые из них вообще не экспонировались до этой выставки, в общем-то, или действительно были просто представлены по-другому, потому что здесь все-таки основная идея – это как раз профессиональный театр, возможность рассказать о нем на примерах произведений из наших фондов. Хочется, чтобы больше молодежи, школьников посетили эту выставку, узнали о лучших представителях театрального искусства России и Чувашии. В книге отзывов эти строки от Ирины Капитоновой первые, но не последние. Выставка «Театр в сюжетах и лицах», посвященная году театра, продлена до 14 апреля. Здесь интересно все. Есть возможность вспомнить, в общем-то, как начинался профессиональный театр в России. То есть одна из значимых же работ «Техники Афорта» сделана Валентиной Даниловой и Олегом Дмитриевым. Называется она «Гоголь читает комедию «Ревизор». Выполнена работа была в 1951 году, к 100-летию такого очень значимого события, потому что в 1851 году в доме Талызина на Никитском бульваре «Гоголь» впервые прочитал комедию «Ревизор» артистом малого театра и своим коллегам. Второй важный момент, который представлен также в этом зале, на этой выставке, это становление режиссерского театра, театра режиссера. Потому что до конца 19 века фактически существовали драматурги, существовали актеры, и в меру сил и возможностей они воплощали замысел пьес. А своего рода режиссерская работа стояла лишь в том, что режиссер расставлял по сцене, соответственно, и объяснял, что ты выходишь оттуда, ты уходишь туда, ты стоишь здесь. А режиссерский театр – это у нас, разумеется, Константин Сергеевич Станиславский. Это его система знаменитая. В-третьих, абсолютно про каждый экспонат выставки Валентина Боброва готова рассказывать часами. Это не преувеличение. Даже новый вид общения со зрителем здесь родился – час куратора. Натолкнула, получается, авторская экскурсия, которая прошла на фоне открытия выставки. Ознаменовалось ее начало дарением, когда дочь художника Юрия Александровича Бубнова подарила портрет своего деда Александра Ивановича Бубнова, актера Чувашского драмтеатра. Затем уже после этого мы перешли к авторской экскурсии именно куратора. Выяснилось, что действительно огромное количество материала, которое, оказывается, скрывается во мне, довольно-таки интересен. Люди с большим удовольствием слушают. Час-куратор у нас заявлен и в Международный день театра. Причем в Международный день театра он состоится и в 11 часов, и в 15 часов. Цирк «Шапито-Экстрим-Арена» на нижней парковке торгово-развлекательного центра «Мегамол» сегодня разыграет пригласительный билет для тех, кто правильно ответит на вопрос, какого числа в России отмечается День театра. Это все на сегодня. Ну а завтра, завтра обязательно будет новый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова